Девушки отдыхают Девушки отдыхают 15 марта 2001 года В квартире известного петербургского ювелира Брайдиса было совершено двойное убийство небывалой жестокости. Малолетнему сыну ювелира Виталию перерезали горло, а его бабушку Нину Галичеву лишили жизни тремя выстрелами в голову. Экспертиза показала, что в женщину стреляли из Браунинга образца 1906 года. И оказалось, что этот пистолет с начала месяца был уже дважды использован при совершении убийств. 2 марта в своей квартире на Комендантском проспекте из него был застрелен курсант-подводник Санкт-Петербургского военно-морского института Валентин Рубашкин. И в этот же день владитель такси Алексей Новиков. Почерк трех убийств был одинаков. Три выстрела в голову из одного и того же оружия. По следам, обнаруженным на местах происшествий, сыщики сделали вывод, что все преступления совершены одной и той же неизвестной вооруженной группой. В поисках возможной зацепки следствие возлагало большие надежды на обнаружение угнанной Волги Новикова. И вскоре сотрудники ГАИ во время рейда по петербургским дворам нашли эту машину, брошенную на тракторной улице с поддельными номерами. Жители близлежащих домов обратили внимание сыщиков, настоявшие рядом с Волгой джип, появившиеся во дворе одновременно с машиной такси. По словам свидетелей, около него крутились трое подозрительных парней. В салоне джипа сыщики обнаружили тело мужчины с тремя пулевыми отверстиями в голове. В него стреляли из того же самого Браунинга калибра 6,35 мм. А на следующий день в следственную оперативную группу поступил сигнал из отделения милиции Василия Островского района. Там, на Железноводской улице, возле дома 64, было совершено вооруженное нападение на чемпиона России по кикбоксингу Тобу Гарделадзе. Неизвестные пытались завладеть его машиной. В больнице из головы потерпевшего была извлечена пуля, выпущенная из того самого Браунинга, о котором знала уже вся милиция Санкт-Петербурга. В случае, если Гарделадзе мог сказать о налетчиках хоть что-нибудь, появлялся шанс выйти на них по горячим следам. Поэтому сыщики тут же отправились на встречу с единственным потерпевшим, оставшимся в живых. Редактор субтитров А.Семкин Подвергшийся нападению неизвестных бандитов Гарделадзе оказался физически мощным, тренированным спортсменом. Он пришел в себя уже на следующий день после операции и был готов к встрече с оперативниками, приехавшими к нему в больницу. По словам Гарделадзе, он хотел продать автомобиль. Повесил объявление на стекло с указанием цены и номера своего мобильного. А вскоре ему позвонил неизвестный и сказал, что готов купить машину. Коба назначил встречу, на которую приехали двое молодых парней. Они договорились о процедуре сделки, назначили время и место для передачи денег. На следующий день Гарделадзе, как и было условлено, подъехал на Железноводскую улицу к дому 64. Покупатели сели в машину, один рядом с ним, другой на заднее сиденье. Неожиданно спортсмен почувствовал резкое движение за спиной. Рефлекторно дернулся и тут же ощутил удар в голову. Мгновенно обернувшись, Коба увидел в руках у парня, сидевшего сзади, маленький пистолет с глушителем. Оружие, судя по всему, заклинило. Тут уж чемпион по кикбоксингу не заставил себя ждать и продемонстрировал налетчикам свое искусство. А когда те выскочили из машины, бросился за ними в погоню. Но вскоре рана дала о себе знать. Гардаладзе отстал, а злоумышленники скрылись в проходном дворе. Гражданин Гардаладзе описал обоих нападавших. Один из них был похож на кавказца, ростом примерно около 180 сантиметров, второй русский ниже рост. Но самой важной информацией, которую сообщил потерпевший, был даже не словесный портрет бандитов, а тот факт, что они перед встречей звонили ему на мобильный. Сыщики направили запрос сотовому оператору Гардаладзе, чтобы установить номер, с которого налетчики выходили с ним на связь. Но тут стало известно, что эту работу уже проделал приятель спортсмена, журналист Евгений Вышенков, который вел собственное расследование инцидента. И вот через своих знакомых мы вышли, так сказать. Журналист выяснил, что телефон, с которого звонили потерпевшему, был стационарным и находился в одной из квартир по адресу Железноводская улица, 68. Это такое общежитие производственное, да, и там нету никаких консьержек, нету стеклопакетов и так далее. Там большая проходимость, поэтому заходить во все эти коридоры, выходить, задавать вопросы там рядом с тем, как девушка варит пельмени, это достаточно легко. Вышенков успел разузнать, что это жилье снимает некий студент Иван Огурцов и передал эту информацию правоохранительным органам. За квартирой Огурцова сразу же было организовано скрытое наблюдение. Осторожный опрос соседей принес сведения, что к подозреваемому время от времени захаживали какие-то молодые люди. Однако в последние дни никто из посторонних там не появлялся. Наблюдение за Огурцовым показывало, что он ведет обычный образ жизни, ни с кем не встречается. Возникло предположение, что после неудачного покушения на Гарделадзе банда могла разбежаться и лечь на дно. Конечно, предпочтительнее было бы выследить всех злоумышленников и поймать с поличным, но такого шанса могло и не представиться. Поэтому сыщики решили идти ва-банк и побеседовать с Огурцовым напрямую. Задержанный на первом же допросе дал признательные показания. Огурцов сообщил, что временами у него в гостях бывали приятели, бывшие курсанты, которые между собой иногда болтали о каких-то преступлениях. Он кое-что слышал, но в суть старался не вникать. Разумеется, имена приятелей подозреваемому пришлось назвать. Ими были некто Андрей Телепин по прозвищу Телепат и Захар Кособуцкий по кличке Буца. О теперешнем местонахождении приятелей Огурцов ничего сказать не мог. Сыщики спешно начали собирать информацию по новым подозреваемым. И выяснили, что Телепин и Кособуцкий – бывшие курсанты того же военно-морского института, где учился и убитый Рубашкин. Телепин и Кособуцкий учились на разных курсах. Но поскольку у них было много общего, они дружили между собой. Но учиться в училище не смогли ни один, ни второй. Телепина отчислили за неуспеваемость, а Кособуцкого же отсутствует дисциплины. По закону о воинской обязанности, и Телепин, и Кособуцкий, отчислившись, должны были дослужить до трех лет с момента принятия присяги рядовыми матросами в обычной военно-морской части. Но такая перспектива бывших курсантов, видимо, не устраивала. Поэтому через два дня после приказа об отчислении оба самовольно оставили расположение института. А еще через неделю дезертиры были объявлены в розыск военной прокуратурой. Ну, был объявлен розыск подозреваемых. Мы установили, что Телепин, возможно, может скрываться у своих родителей в Кабардино-Балкарии, поэтому связались с тамошними милиционерами и попросили оказать содействие в его задержании. А за домом Кособуцкого в подмосковной колонне было установлено наблюдение. Тем временем из бесед с бывшими сокурсниками Телепина стал известен еще один возможный адрес его проживания в Петербурге. Квартира в доме 18 на Белградской улице. Ее снимал приятель Телепина и Кособуцкого, студент Института растительных полимеров Антон Бебяков. В надежде, что разыскиваемые могут объявиться там, за квартирой Бебякова было установлено наблюдение. Но время шло, а результатов не было. Мы понимали, что заказательств мало, однако, продолжая тянуть время, мы давали возможность подозреваемым подготовиться к нелегальной жизни. Или, что еще хуже, опять отнять чью-то жизнь, поскольку иного способа добыть денег они, судя по всему, не рассматривали. Было принято решение о задержании Бебякова, и его допросили. Бебяков, как и задержанный до этого Огурцов, сразу же выложил все, что знал. Да, на его квартире время от времени проживали члены банды. Сам он в преступлениях не участвовал, но слышал о них из разговоров. Сообщить об этом в милицию боялся. Однако, в отличие от Огурцова, Бебяков знал не только Телепина и Кособуцкого, но и всех остальных членов их группы. Он назвал имена Алексея Токмачева по прозвищу Толмач и Владимира Ларченкова по кличке Ларри. Задержанный также показал, что у него дома хранится неисправный пистолет системы Макарова, который привез Ларченков и охотничий обрез, принадлежавший Токмачеву. Пистолет системы Браунинг с глушителем Бебяков неоднократно видел в руках Телепина, но где сейчас находится оружие и его владелец не знал. По всем адресам возможного появления подозреваемых мы поставили засады, однако результатов не было. Тем временем свою помощь в поимке Телепата предложили потерпевший Городеладзе и его приятель-журналист Вышенков. Последний разработал каверзный план. Была выработана легенда, как у службы внешней разведки, да, а легенда эта должна была в идее своей не наносить ему вреда. Есть некий спортсмен, он чемпион, на него покушение. Значит, моя главная задача – это выяснить для себя стопроцентно, что это была случайность. Вышенков позвонил родителям Телепина в кабардино-балкарский городок Прохладный, представился тренером Городеладзе и рассказал о нападении их сына на своего подопечного. Мнимый тренер предложил решить дело миром. Для этого Телепин должен был позвонить по определенному номеру телефона и просто поговорить с ним. Телепат вышел на связь через день. Вышенков, игравший роль тренера, дал понять собеседнику, что является одним из лидеров мощной преступной группировки. И если Телепат согласится выполнить некое конфиденциальное поручение, его конфликт с Городеладзе будет закрыт. Фактически Вышенков пригласил Телепина вступить в банду. Обещал оплатить дорогу до Санкт-Петербурга и гарантировал безопасность. Подумав, Телепат согласился. И вскоре вернулся в северную столицу. Вдруг мне звонок на мобильный. Привет. Много голоса я уже знаю. Говорю, здорово. Я говорю, ты где? Где? На московском вокзале. Я говорю, ну что, если ты на московском? Я говорю, подъезжай. И называй ему там дом, большой проспект какой-то. Подъезжай. Я говорю, я выиграл. Спутники вместе поехали в гостиницу «Прибалтийская», где на имя Телепина был заказан номер. Это была абсолютная правда. В гостинице Телепата ждали с нетерпением. В ресторане сыщики заранее установили подслушивающую аппаратуру и скрытую видеокамеру. И когда за ужином Вышенков попросил Телепата рассказать о его подвигах, якобы для того, чтобы понять, на что он способен, тот постарался не ударить в грязь лицом. Но когда хвастливое повествование Телепина окончилось, к нему подошли оперативники и защелкнули наручники на запястьях. Он понял, что... Там была такая фраза потом, что я считал, что журналисты – это порядочная профессия. Он сказал, что, слушай, браток, ну не тебе, не тебе говорить о порядочности. Через три дня в Коломне удалось взять под наблюдение Касабуцкого. Его встретили на улице, пригласили проехать в милицию под предлогом проверки документов и установления личности. Об истинных причинах задержания Буцца узнал, когда его стали конвоировать в Петербург. Ларченков, найденный в Москве, как оказалось, успел обзавестись новым оружием. Когда наружное наблюдение сообщило, что он появился по месту своего жительства на улице Байкальской, 44, дробь 3, оперативная группа окружила здание. Попытавшись скрыться, Ларри стал стрелять по сотрудникам милиции. Те открыли ответный огонь. В итоге Ворченков был убит. Дольше всех искали Токмачева. И нашли. В следственном изоляторе номер 47, дробь 4 Санкт-Петербурга, куда он попал за совершение мелких преступлений. К этому моменту в следствии уже были известны почти все эпизоды деятельности преступной группы Телепата. Однако признавать свою вину задержанные пока не спешили. Сначала Телепин пытался представить свое участие как случайное стечение обстоятельств. Телепин заявил, что якобы курсант Рубашкин шантажировал однокурсников-гомосексуалистов тем, что у него дома были видеозаписи с их участием в гей-оргиях. И к нему на квартиру Телепаты Бутса явились, чтобы забрать злополучную кассету, за которую им предложили большое вознаграждение. В ходе переговоров возникло ссора. Рубашкин полез в драку. И Телепат, угрожавший ему пистолетом, якобы чтобы только напугать, случайно нажал на спуск. Таксист, который подвез бывших курсантов к дому Рубашкина и дожидавшийся их возвращения, понял по репликам и внешнему виду парней, что те совершили убийство. Он стал требовать огромную сумму и шантажировать тем, что донесет на них в милицию, чем и подписал себе смертный приговор. На этом свое сотрудничество со следствием Телепат считал завершенным. Обвинение в чудовищном убийстве пожилой женщины и ее малолетнего внука, а также охранника Добрянского, тело которого нашли в угнанном джипе, повергли его в шок. Он не ожидал, что у нас есть основания связать все совершенные преступления с его личностью. И поэтому сначала он говорить на эту тему отказывался. Постепенно под давлением неопровержимых улик остальные участники банды Телепата стали давать правдивые показания. И у следствия начала, наконец, складываться реальная картина того, как они погрузились в пучину зла и перечеркнули не только свои, но и чужие жизни. Сбежав из училища, они поехали в Москву. И там в Москве встретили школьного приятеля Кособутского. Тот разъезжал на шикарной иномарке, сорил деньгами. Им это понравилось. Происхождение денег и автомобиля Ларченков объяснил туманно. Якобы взял в долг. Целый месяц дружная компания разъезжала по Москве и кутила за счет Ларченкова. А когда финансы закончились, приятели стали думать, как жить дальше. У дезертиров Телепина и Кособутского пути домой были отрезаны. Ларченков же предпочел скрыться из столицы, где его уже начали разыскивать кредиторы. Недолго посовещавшись, компания решила ехать в Петербург. Там Ларченков остановился у своего знакомого, Кособутский поселился у любовницы, а Телепин попросился в квартиранты к приятелю Антону Бебекову. Телепин был жесткий, в принципе, знал, чего он хотел. И вот мое личное мнение, он был именно как лидер, лидер данной группы. Дальнейшее развитие событий было поистине дьявольским промыслом. Как-то катаясь пьяными в машине Ларченкова, приятели попали в аварию. В сервисе за ремонт машины запросили фантастическую по их меркам сумму в 3000 долларов. Тогда Ларченков куда-то исчез, но через некоторое время вернулся, привез с собой пистолет системы Браунинг, к пистолету у него была полная коробка патронов и самодельный подогнанный подпистолет-глушитель. Ларченков пояснил, что выменял все это добро на разбитый автомобиль и вручил оружие Телепину, признавая в нем лидера. Телепин тут же постарался оправдать ожидания. Он сказал, что слышал, как курсант Рубашкин хвастался, что у него дома есть тайник с 5000 долларов и предложил опробовать Браунинг в деле. Решив стать бандитами, приятели придумали друг другу клички Телепат, Ларри и Буца. Бибикова, студента Института растительных полимеров, в квартире которого проживал Телепин, окрестили ботаником. Днем 2 марта Телепин, Ларченков и Кособутский остановили такси Новикова, попросили подвезти их к дому на Комендантском проспекте. Неожиданно, не доехав до нужного места, Телепат попросил водителя притормозить. Но не успела Волга остановиться, как раздался в выстрел. Главарь объяснил подельникам, совершенно не ожидавшим такого развития событий, что он убил таксиста, так как им нужна его машина. Спрятав тело водителя в багажник, подельники направились к Рубашкину. Рубашкин узнал глазок своих бывших сокурсников. Я открыл дверь. Телепин выстрелил прямо в голову сразу. Рубашкин упал в прихожей. После этого Телепат еще дважды нажал на курорт. Потом налетчики обыскали квартиру. Но никакого тайника не нашли. Добычей стала видеокамера и тысяча рублей из сбережений убитого. Разозленные неудачей, новоявленные бандиты вернулись в машину Новикова. Немного проехав, они выбросили тело водителя в безлюдном месте в районе технологической дороги. Там же оставили окровавленный автомобильный коврик. Прежде чем скрыться, Телепат приказал Ларе сделать в голову таксиста два контрольных выстрела. Тот подчинился. Теперь они были повязаны кровью. Бандитам было необходимо избавиться от угнанной волки. Куда ее девать, мог подсказать Ларченков, поскольку обладал определенными криминальными связями в этой среде. Но лицам, которые могли бы приобрести машину, добытую преступным путем, этот автомобиль был не нужен. Протежи Ларченкова оказались угонщиками и торговцами краденными машинами. Они сделали бандитам встречное предложение, сообщив, что готовы хорошо заплатить за джип. В качестве задатка спецы сменили номера на угнанной Волге и сделали на нее поддельные документы. Наметилось тесное сотрудничество. Окрыленные убийцы быстро продали видеокамеру Рубашкина и занялись целенаправленным поиском джипа. Пару дней они кружили по городу, высматривая цель. Наконец, на одной из улиц увидели нужную модель. Ларченков сел машине на хвост. На тракторной улице водитель джипа припарковался и зашел в дом. А Ларченков подогнал «Волгу» поближе к желанному автомобилю. Они дождались, пока водитель вернется к джипу, сядет в машину, после чего Телепин подскочил к нему и выстрелил трижды в голову. Ларченков попытался завести джип, но не смог. Сработала потайная противоугонка. Сделав еще несколько безуспешных попыток оживить двигатель, бандиты похитили бумажник убитого и скрылись. «Волгу», номера которой могли заметить прохожие, пришлось бросить. На следующий день Ларченков приехал на тракторную улицу с двумя спецами по угонам. Но завести джип так и не удалось. После этого бандиты еще пару раз повторяли эти попытки, но тщетно. Телепин усиленно искал варианты криминального обогащения. Он все более терял контроль над собой и выпытывал у всех своих знакомых адреса богатых квартир. 10 марта в банду вступил некий Алексей Токмачев, получивший прозвище «Толмач». Он предложил совершить налет на квартиру известного ювелира Брайдиса. Телепат согласился на это без колебаний. Но квартира оказалась оборудована массивной железной дверью и сигнализацией. Проникнуть туда можно было только обманув доверие хозяев. Но те отдыхали на даче, и когда вернуться было неизвестно. Телепин, Ларченков и Токмачев стали поочередно следить за квартирой на Московском проспекте, поджидая жильцов. Но ждать им пришлось недолго. Дождавшись, когда дома останутся только женщина и ребенок, телепат отправил к заветной двери Толмача, переодетого в милицейскую форму. Тот позвонил в квартиру и сообщил, что принес повестку, за которую необходимо расписаться. Теща Брайдиса Галичева открыла дверь. Телепин и Токмачев ворвались в квартиру. И телепат трижды выстрелил в голову потерпевшей. Налетчики затащили безжизненное тело в ближнюю комнату и бросились искать драгоценности. Но никаких ювелирных изделий не нашли. От шума вдруг проснулся двухлетний Виталик. Увидев незнакомцев, которые выбрасывали на пол вещи из серванта, малыш заплакал. Телепат приказал Токмачеву немедленно заставить ребенка замолчать. И тот, вынув складной нож, чудовищно расправился с малышом. Раздраженный неудачами и одуревший от бессмысленных убийств телепат, переехал на постой к старому знакомому Огурцову. А вскоре они с Ларри приметили автомобиль, на стекле которого было объявление о продаже с указанием номера телефона. Это была машина Гарделадзе. А после того, как нападение на чемпиона по кикбоксингу сорвалось, бандиты решили, что на время надо затаиться. Телепин вновь вернулся на квартиру Бебекова и закопал Браунинг в парке возле его дома. Перед отъездом в Кабардино-Балкарию он в последний раз собрал всю группировку на квартире Ботаника и посоветовал подельникам лечь на дно. Эта рекомендация сильно расстроила Токмачева, который только что привез охотничий обрез из Тихвина, и Урченкова, который успел раздобыть, пусть пока не рабочий, но все-таки настоящий пистолет Макарова. Они говорили о том, что собирались произвести революцию в криминальном мире Санкт-Петербурга, вооружиться как следует, а не вот этим вот дешевым, так сказать, малокалиберным пистолетом. Бандитам уже грезились предстоящие боевые подвиги и скорое обогащение. Но благодаря сотрудникам милиции и городской прокуратуры Санкт-Петербурга сбыться этим мечтам было не суждено. Последней точкой следствия стало честесердечное признание Телепина. Он согласился указать место, где спрятал орудие преступления – пистолет. Телепин испытывал противоречивые чувства, когда ехал в парк возле дома 20 на Белгородской улице. С одной стороны, ему казалось, что он предает своего верного подельника. Но с другой – освобождается от самого злейшего врага. Между деревьями парка он указал место, где зарыл пистолет калибра 6,35 мм. Тот самый Браунинг, что случайным образом попал к нему в руки, но дал власть распоряжаться чужими жизнями. Тот самый Браунинг, что допустил роковую осечку и в итоге привел своего владельца к закономерному финалу. Это злость. Но эта злость – это не удаль американских гангстей. Это вот та злость, которая, если выстрелят, то в затылок. А он и стрелял в затылок. Дело банды-телепата рассмотрел городской суд Санкт-Петербурга. В отношении Бебякова, учитывая его раскаяние и активное сотрудничество со следствием, уголовное преследование за укрывательство преступлений было прекращено. Кособуцкий, не совершавший убийств, получил наказание сроком в 5 лет. Убийца двухлетнего ребенка Токмачев был осужден к 20 годам строгого режима. А организатор банды и главный исполнитель всех преступлений Телепин по приговору суда проведет в местах лишения свободы всю свою оставшуюся жизнь. Если так можно назвать, жалкое существование в каменном каземате с железными нарами и видом на тюремную решетку. КОНЕЦ КОНЕЦ